Биржа Симмекс. Гарантировано верное решение. Приветствую всех инвесторов краудинвестинговой площадки Симмекс. Меня зовут Михайлов Сергей. Я являюсь частным инвестором, также сертифицированным консультантом представительной площадки Симмекс. Сегодня у нас такой сдвоенный вебинар. Значит, у нас сегодня будет обсуждение двух проектов. Первый это проект World of Quests, который уже находится на сборе средств уже 12 дней. И второй проект это AquaInvest. Будет очень интересно. Постараемся уложиться на каждый из проектов минут 45 в час. Поэтому надеюсь, что у вас хватит сил до конца находиться в вебинаре. Вот, поэтому звук подхрипывает. У всех ли он подхрипывает? В принципе, связь должна быть нормальная. Просто если я вылечу, то я вылечу из комнаты на минуту. Слышно? Хрипит? Хрипит, проглатывается? Или может быть чуть потише сделать? Сделано 50. Да, давайте начинать. Денис, очень приятно. Ладно, поехали. Итак, начинаем с инвестиционного проекта World of Quests. Значит, я сейчас начну, потом Дмитрий, руководитель проекта, продолжит. И, соответственно, готовьте вопросы. Если что-то будет непонятно, задавайте активнее. Я постараюсь, если что, в чате отвечать. Итак, инвестиционный проект World of Quests. Что это такое? Это реальти-квест третьего поколения по франшизе в городе Москва. Сегодня, значит, коротко о главном, что вы узнаете. Что такое реальти-квест? Какие преимущества квестов третьего поколения? Почему выбрана франшиза именно сети квестов World of Quests? Какая сумма средств на реализацию? Основные риски проекта? Расчет доходности? Гарантия ответственности перед инвесторами? Мотивация для инвесторов и ее плюсы? А также промежуточные итоги и сколько собрано средств за 12 дней? И также подведем такой небольшой призыв к действию и ответим на вопросы. Итак, Дмитрий... Дмитрий... Вы здесь? Да, Дмитрий здесь. Очень приятно. Знакомьтесь, это Дмитрий Гаев, руководитель проекта World of Quests. Вот что вы видите. Так, в принципе, звук нормально. Сейчас я уступлю вам вещами. Да, здравствуйте, друзья. Да, да. Я надеюсь, что все будет удачно, ни пуха ни пера. Все, уважаемые инвесторы, готовьте вопросы, слушайте внимательно. И будем уже дальше продолжать. Дмитрий, я передаю вам слово. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Гарри Дмитрий, город Москва. Я представляю наш инвестор, квест-рум по франшизе компании World of Quests. Ну, собственно, наверное, читали в нашей презентации об этом, но вкратце верлюсь. Значит, квест-комнаты это новое, достаточно новое развлечение, которое появилось в нашей стране 3-3,5 года назад. Это представляет из себя замкнутое пространство. Обычно 2-3 человека предлагается разгадать какие-то загадки в определенный период времени, обычно 1 час. И, разгадав эти загадки, выбраться из комнаты. А за сравнительно небольшое время, которое прошло с момента появления комнат этого развлечения, этого вида развлечения в России, они уже успели его цифровать. Мы решили пойти еще дальше, быть, так сказать, на гробе волны, и сделать квест следующего поколения, квест-перформанс. Что значит перформанс в нашем случае? Это значит, что в квесте принимают участие профессиональные актеры. То есть игроки, разгадывая загадки, попутно взаимодействуют с актером. Это добавляет эмоциональности, особой атмосферы к квесту. И вызывают очень сильные эмоции, обычно людям очень нравится. В основном перформансы стараются делать на основе, ну, скажем так, каких-то страшилок. Потому что страх – это одна из самых сильных эмоций. Мы с нашей командой в порядке, так сказать, изучения опыта конкурентов посещали такие игры. И могу вам сказать, что впечатление, конечно, очень сильное. Такого, скажем, сильного, незаметненного, по-детски чистого страха, ну, в общем, мы не испытывали очень давно. Все-таки в нашей реальной жизни мы испытываем несколько другие эмоции. Мы тревожимся, мы волнуемся. Ну, вот страх, я не знаю, перед темной кожей, перед какими-то привидениями – это то, что в нашей жизни мы, пожалуй, что не встречаем. Да, сильные эмоции, о которых люди потом рассказывают друг другу, советуют сходить – это эмоциональная разрядка. И в плане такого развлечения, проведения вечера в компании друзей, по-моему, это отличный вариант. И он достаточно популярен. В Москве в настоящий момент в городе работают более 350 квестов. Не все из них успешны. Зачастую это объясняется тем ошибками в проектировании, запуске проектов. А там зачастую тем, что это уже устаревшие проекты первого поколения, которые, так сказать, отжили свое и потихонечку уходят с этого рынка. В общем, это считает, что средний срок жизни квеста – порядка двух с половиной-трех лет. После этого с ним надо что-то делать. Или переформатировать, добавлять какие-то новые элементы в него. Или, возможно, сносить и перестраивать, запускать заново. Ну, для начала нам надо открыть хотя бы первый наш квест. А и в этом мы очень рассчитываем на помощь городу в квест, чью франшизу мы приобретаем. Почему именно они? Ну, мы исследовали рынок вот этих компаний, предоставляющих франшизу в Москве. Ну, не только в Москве. Общались с многими из них, проводили встречи, посещали их квесты. И, в общем, World of Quest показалась нам наиболее оптимальной командой по отношению, скажем так, с цена-качество. То есть, они просят за свою франшизу 600 рублей, это меньше, чем просят другие организации. Но, при этом, ребята производят еще положительные впечатления. Они активны, они функционируют идеями, готовы помогать во всем. Да, кстати, что предоставляют? World of Quest в случае франшизы предоставляет три сценария квеста на выбор. Мы выбираем один и дорабатываем его до того состояния, которое нас устроит. Предлагается техническая поддержка в плане составления электрических всяких электронных схем, то есть электронной электрической начинки квест-рума. Соответственно, оказывается содействие в консультации, скажем так, в подборе помещения, в поведении ремонтных строительных работ, в закупке необходимых бутафорий и оборудований, наладке этого оборудования. После готовности квеста команда World of Quest проводит контрольные игры на тестовых группах, выявляются узкие места, которые, соответственно, тем или иным способом ликвидируются. Кроме того, маловажным преимуществом этой компании является то, что сотрудничество... ...которые в поисковиках в основном держатся в первой тройке, то есть нам сразу гарантирован приток клиентов. А помимо размещения на сайте, компания проводит e-mail, SMS-рассылки по своей клиентской базе, что поможет нам сразу получить приток клиентов. Ну, а дальше уже, как говорится, все в наших руках. По статистике, каждый посетивший квест, оставшийся довольным, рассказывает об этом нескольким своим друзьям-знакомым. Соответственно, такое вот сарафанное радио приводит новых посетителей. Так, что еще? Что дальше? Да, на осуществление проекта нам необходимо 2 миллиона рублей. Как я уже упоминал, франшиза компании Мирквестов 600 тысяч. На ремонтные, строительные работы и оборудование квеста мы как бы их объединяем в одно, потому что, так сказать, тут очень сильно зависит от конфигурации, от того, в каком состоянии нам достанется помещение, от сложности сценария. Соответственно, на это мы закладываем 1 миллион 100 тысяч рублей. Еще 100 тысяч мы планируем потратить на рекламу, но в основном это будут промо-материалы, которые традиционно обучаются, как кампусы игры. Это такие силиконовые браслеты с логотипом фирмы. Будут изготовлены флайеры с какими-то интересными предложениями, там, может быть, скидками для, так сказать, раздачи их в местах сосредоточения молодежи и такой отдыхающей публики. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся снять парильное помещение на условиях предоставления арендных каникул. Мы активно мониторим рынок недвижимости Москвы, ну, ситуацию экономическую все представляют, поэтому предложений хороших достаточно много, владельцы охотно идут на контакт и, в принципе, видя, что мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, поскольку мы там затеваем строительство, в общем, вполне реально добиться арендных каникул на 2 месяца. Именно поэтому в наших первоначальных расходах аренды помещения рассчитываются только за 1 месяц, за 3. Мы планируем запустить проект за 3 месяца. Ну, и накладные расходы – это как какие-то там неизбежные мелочи, которые в том случае будут выскакивать. Да, на запуск проекта планируется 3 месяца. С первого же месяца мы работаем уже непосредственно к Квеструму. Мы планируем выйти на окупаемость. По нашим расчетам, для того, чтобы проект стал безубыточным, необходимо проводить в день игры. Вот, это минимальная планка, которая уже позволит нам, так сказать, существовать и двигаться дальше. На самом деле мы ставим себе гораздо более высокую планку. Но, как вы видели в презентации, мы рассмотрели два сценария пессимистично и оптимистично. Ну, скажем так, в среднем мы планируем проводить 7-8 игр в день. С учетом того, что в будние дни их будет меньше, в выходные – больше. На прошлом вебинаре раздавались голоса о том, что это не совсем реальная цифра. Но я позволю тут не согласиться. Я об этом говорил в прошлый раз. Собственно, специально для этого мы мониторили рынок Квестов Москвы. То есть, вручную отслеживали посещаемость более 150 площадок в течение почти двух недель. То есть, это те цифры, которые мы, так сказать, добыли сами. Это не уверение представителей франшизы или каких-либо других представителей, хозяев Квестов. Это то, что это та реальная информация, которую мы получаем, изучая систему проэнформирования. Ну и, в общем, исходя из этих цифр, цифра 7 игр в день – это реальная цель. Я могу сказать, что лидеры рынка, в общем, выдают и по 10 игр в день в среднем. Тут, конечно, все зависит в основном от нас, насколько интересны и качественны мы сделаем игру. Но я надеюсь, что тут, в самом решительном области, поэтому будет сделано все максимально возможное для того, чтобы получился, на самом деле, решительный метод, на который будут ходить. На самом деле, вот недавно я писал об этом, мы были на одном из квестов, посещаемость там такова, что, так сказать, мы были ограничены во времени, и нас интересовал, там, скажем, определенный промежуток времени, который мы могли прийти, это или это была суббота, там, в районе 4-6 часов вечера. Ну и, в общем, пришлось записываться за полтора недели, потому что, так сказать, более поздно, ближе к этому сроку все время занято. Вот, поэтому говорить о том, что, так сказать, какой-то наблюдается спад, связанный с общей экономической, ну, пока нет. Пока нет, пока люди ходят, люди интересуются, люди хотят развлекаться. Вот, поэтому мы смотрим достаточно оптимистично на перспективы. Возможно, да, был такой вопрос в обсуждении, что мы открываемся в низкий сезон, то есть мы, если, так сказать, удачно, достаточно быстро соберем средства и откроемся, то это будет лето. Ну, согласен, лето может быть не самое удачное время для запуска такого, такого рода проекта, но, с другой стороны, это позволит нам, так сказать, в спокойном режиме обкатать его и оперативно устранить те возможные, возможные недочеты, которые будут выявлены на первом этапе. Ну, и уходим уже осень, так сказать, у вас еще, уже, опять вот, серо уже. Ну, да, вот еще немножко о рисках проекта. То, что мы откроем, ни то, ни так. Ну, собственно, нет квеста, для того нам он нужен, и, собственно, за это мы и собираемся заплатить им немало деньги, чтобы проект был под их руководством, воплощен в самом лучшем виде. Про снижение посещаемости я, собственно, тоже уже сказал. Да, какие-то планируются дополнительные мероприятия в этом случае, какие-то кросс-продажи, реклама, взаимная реклама квестов, входящих в позонтик Банду Мира квестов, потому что, конечно, по сути, это, скажем так, одноразовый аттракцион, то есть вы, сходив на него, второй раз уже не пойдете, ну, потому что, как бы, уже все интересно уже увидено и испытано. Но зато, если вам понравилось, вы с удовольствием, например, сходите на другие квесты этого же бренда, что, собственно, и происходит в настоящее время, и чем мы также собираемся активно воспользоваться. Так, студенты очень активно ходят в квест-румы, не только после экзаменов, но и между экзаменами, и во время экзаменов. На сайте практически независимых операторов, да, у них, у каждого есть такая страничка отчетности, где публикуется фотография команд, которые посетили квест. То есть после игры людей фотографируют, ну, их желание, естественно, и потом это выкладывают. Ну, и, конечно же, 90% это молодые лица, то есть целевая аудитория, скажем так, от 16 до 30-35 лет. Вот. Да, у друзей работают. Да, это интересная форма развлечения, особенно для молодежи, она всегда ищет что-то новое, они активно общаются, рассказывают друг другу. Поэтому для молодежи, да, это самая такая интересная штучка. Вот снег от Москвы. Ну, в Москве, вы знаете, на самом деле разброс цен тоже очень большой. На те квесты, которые, скажем, уже находятся в стадии, в финальной стадии своей жизни, там люди уже откровенно демпингуют, игра может стоить 2,5 тысячи, даже 2. На хорошие, качественные квесты, перформансы она, в общем, доходит до 8 и до 10 тысяч рублей за игру. Значит, мы берем среднюю, ну, как бы, среднюю по больнице. Стоимость игры 4, там, с небольшой тысячи рублей, исходя из того, что в будние дни она будет дешевле, выходные дороже. Но, по крайней мере, мы видим, как сказать, нишу, куда можно расти. То есть, если мы видим, что игры можно будет продавать дороже и таким образом повысить доходность проекта, мы, конечно, это сделаем. В понедельник с утра, понятно, что все это будет предлагаться сильно дешевле. Вот, ну, расчет доходности, да, ну, цифры вы увидите, я, собственно, их пересказал, как бы, все и так достаточно очевидно. Мы считаем, что проект окупится достаточно быстро, мы считаем, что проект интересный, что он будет популярен, и даже тяжелая экономическая ситуация в стране, она, в общем, не сильно повлияет. На перспективы проекта, вот как Сергей правильно написал, молодежи нужны хлебы и зрелищи, но не только молодежи. Вот, поэтому индустрия развлечений, тем не менее, всегда востребована. Вот, ну, собственно, если коротко, то вот так, теперь хочу услышать ваши какие-нибудь интересные вопросы, поспорить. Да, ну, гарантия ответственности. Это Сергей, да, он не может этого не показать. Да, ну, если обеспечить на проект платеж 3% от суммы, это означает то, что если по каким-то причинам не удастся набрать необходимую сумму, то инвесторы получат обратно свои деньги в полном объеме, то есть их комиссия в Адритимиксе будет компенсирована нашими деньгами, которые мы уже уникли. Вот, собственно, так. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас, ну, мотивация инвесторов. Ну, знаете, мне, как бы, я этим живу почти год, всеми этими квестами и переговорами, посещениями и анализом ситуацией и разработкой бизнес-плана. Для меня, как бы, мотивация очевидна. Это хороший, интересный, красивый, выгодный проект, который, если мы совместно с вами его запустим, он, в общем, будет радовать и на вас. Вот, на мой взгляд, имеет очень неплохую доходность в внешней ситуации. Он прозрачный. Посещаемость этих игр, они отслеживаются с трех сторон. То есть, оператор непосредственно на игре, во-вторых, бронирование ведется через сайт World of Quest, соответственно, они отслеживают ситуацию. В-третьих, безусловно, будет стоять на веб-камере с внешним доступом, через который мы, находясь где-то в другом месте, также сможем постоянно контролировать то, что там делается, и, соответственно, контролировать ситуацию. Вот. Что еще у нас? Собран средств. Ну, вот за 12 дней мы собрали с вашей помощью 260. 68, как Сергей правильно мне подсказывал, более двух тысяч просмотров, то есть более двух тысяч потенциальных инвесторов, помощь нам всего лишь 70, 8, 7, 9. Я постараюсь развить все ваши сомнения, у нас резко увеличится. Значит, помещение для аренды. Ситуация такая, что помещение для аренды мы можем арендовать только имея на руках уже как минимум с Сименсом о переводе средств. Потому что вот московская история с арендой, интересные предложения, они появляются и уходят за день, за два. Поэтому никто под нас держать не будет, тем более сейчас мы даже не можем назвать конкретного срока. Но радует то, что такие предложения появляются, так сказать, завидной периодичностью. И мы просто примерно уже представляем, в каком месте и что нам нужно, собственно, об этом тоже мы писали в обсуждении, что по результатам наших походов, вот по всяким квестам, по анализу ситуации, мы пришли к выводу, что это должен быть центр. Как минимум, в районе, так сказать, вокруг кризовых станций электронов максимум одна-две, в сторону области, не дальше. Потому что это, изучая просто опыт наших друзей, это сильно ограничивает людей в выборе. Да, что если это где-то на окраине Москвы, это в основном, конечно, заинтересует больше людей, кто живет в этом районе или недалеко. С другой стороны, практически всех, потому что, как бы, с любой точки компания собирается примерно за равное время с разных концов Москвы. По помещению мы поставили себе верхнюю планку 10 тысяч рублей за квадратный метр в год. Под эту планку помещаются подвалы в жилых и административных зданиях. Но вот в процессе поисков мы наткнулись на тот вариант, который нам показался также интересным, это скупки помещения. Сейчас в Москве активно развивается такая форма бизнес-центров, их называют бизнес-парками. То есть это территория, обычно территория какого-то бывшего завода. Часть помещений переоборудуется под офис, помещения переоборудуются какого-то, так сказать, сфера услуг, ресторана, кафе. И часть помещений отдается под склады. То есть это находятся склады в такой хорошей культурной среде, с хорошим трафиком людей, обычно там с наличием большой оборудованной парковки. Но при этом цена складского помещения, она, в общем, ниже. И, скажем так, мы рассматривали вариант в районе там 5-7 тысяч рублей за квадратный метр в год. То есть мы получаем экономию на арене, мы получаем большое просторное помещение, не связанное никакими там с колоннами, перегородками там несущими. То есть мы более свободны с оборудованием своего помещения. И обычно это, так сказать, помещение с высокими потолками, где можно там придумать какие-нибудь интересы, построить второй этаж, да, какую-то. Ну, то есть, опять-таки, дает нам возможность сделать какую-то интересную очень локацию непосредственно для Игаря. Так, вопросы, вопросы. Значит, комнату, потому что в нынешних ловиях вот 2 миллиона это то, что хватит на одну комнату. Собственно, прошли те времена, с чего все начиналось, когда там арендовался подвал грязненький, ставилась там железная кровать, прилавилась какая-то ржавая решетка, все это отзывалось каким-нибудь там логовым маньяка, и народ радостно там шел, потому что это было новым интересом. Сейчас это уже не прокатывает, сейчас нужны какие-то технические фишки, нужно гораздо более, скажем так, качественное оформление комнаты, реквизит, бутафорик, звуковое оформление, но опять же актеры, то есть, к сожалению, на эти деньги мы сможем открыть только один. В дальнейшем, если дело пойдет, возможно, мы опять обратимся к помощи, так сказать, уважаемых инвесторов Тиммикса и попробуем открыть что-нибудь еще, конечно. Не нашел, сколько будете платить сотрудникам, чтобы заняться сами, заниматься организацией. Сотрудникам, значит, мы планируем пока рабочая схема такая, смена рабочая состоит из двух человек, из оператора и актера. Соответственно, работают они два через два, вот, получают фонд зарплаты у нас, если мне память не изменяет, где-то 160 тысяч рублей в месяц. Ну, планируем привлекать на операторские должности студентов, на актерские, ну, соответственно, тоже студентов профильных. Вот. Там, в общем, не так все сложно. Обычно берется некий базовый дополнительный игр, который проводится рано утром или поздно вечером, просто, так сказать, каким-то, доплачивается какой-то вон с оператором и актером. Вот. Ну, к сожалению, дела держат, так сказать, в другом нашем проекте. Ну, естественно, я думаю, что первые полгода, так сказать, мы целиком идем сюда, потому что запустить и поставить, так сказать, на какие-то рельсы рабочие нужно, пускать на самотек нельзя. Естественно, максимальное время. Сценарии. Сценарии. Есть три сценария на выбор, которые нам предоставит World of Class. Как бы вкратце эти сценарии мы рассматривали. Естественно, до момента подписания договора нам подробностей никто не рассказывает. Мы обсуждали с ребятами эти сценарии и нашли их интересно. Да, будет построено все на какой-то, ну, скажем попросту, это будет страшилка, да. Страшилка наложена на какой-то, так сказать, сюжет. Может быть, это будет сюжет по мотивам популярного сериала, а может быть, детской сказки, ну, это вряд ли. Вот. Команда рабочих инженеров-архитекторов. А есть предварительные договоренности с нашими знакомыми, которые занимаются профессионально в этих областях. Плюс есть какие-то наработки мира квестов, которые они с удовольствием нам предложат. Ну, естественно, они, как бы, на... ...чем сейчас мы занимаемся. Интернет-магазин мы уже больше... Больше 12 лет. Вот так вот он живет, кормит нас. Параллельно с ним запускались другие проекты, которые по темным причинам, так сказать, или продавались на сторону, или закрывались. В общем, опыт есть, так что есть. Так, еще вопросы жду от вас. Да, вот этот вопрос, который постоянно будоражит умы. Да, вот эта сумма ремонта и обустройства помещения. Вот смотрите. Если нам удастся снять помещение дешевле, по ставке, например, за 7000 рублей за квадратный метр, тут все сильно зависит от площади, да, соответственно, и от состояния помещения. То есть, я вам скажу так, мы определили для себя рамки, и в эти рамки мы будем вписываться, да. То есть, если это будет сложное помещение, значит, мы будем брать площадь поменьше, да, и какие-то вещи делать попроще. Если получится снять хорошее помещение подешевле, может быть, мы возьмем больше площадь, а может быть, мы будем брать больше площадь, а, так сказать, больше силы времени уделим, так сказать, непосредственно вот интерьером и внутренней начинке. Вот. Поэтому мы уложимся в любом случае и запустимся вовремя, просто сейчас сказать вам, что и сколько будет стоить, я не могу, просто потому, что у нас нет перед глазами этого помещения. Ну, по опыту, собственно, мы общались не только с фонером квестов, я уже говорил, что мы начали, и поэтому эта цифра, вот она звучала неоднократно, она является реальной, и, собственно, от нее мы будем отталкиваться. Еще вопрос, пожалуйста. Дмитрий, вы можете пока отключиться, чтобы не подключить его. Вот. Значит, я возьму слово. Соответственно, я про мотивацию. Значит, как мы видим, что проект разбит на три этапа. Для этого сделано для чего? Для того, чтобы инвесторы в начальном этапе инвестирования могли с минимальными рисками, с хорошим дисконтом проинвестировать в проект. То есть, на первом этапе всего сумма выделена на 450 тысяч рублей, стоимость доли 150 рублей. Это 25% в дисконт, то есть номинал доли 200 рублей. Это как, в принципе, как, знаете, недвижимость, когда покупаете, либо покупаете на стадии строительства ее, когда риски высоки, что не построится. Вы же, получается, инвестируете по самой низкой цене. После того, как идет стройка, соответственно, уже риски того, что не построится жилье минимально, и, соответственно, стоимость ее возрастает. Поэтому и стоимость доли здесь также возрастает. Но здесь оно не возрастает, так как номинал 200 здесь просто дается дисконт для инвесторов очень выгодный на начальном этапе инвестирования. То есть, здесь вот указал, что ежемесячный процент, он фиксированный будет, он плавающий, то есть это вот рассчитано по минимуму 152 тысячи рублей из расчета посещения в день. И, соответственно, получается 12,9 рублей на долю. То есть, если вы инвестируете на третьем этапе, вы будете получать, у вас эта сумма делится на количество долей, которые есть в проекте. То есть, вы можете на, условно говоря, если вы хотите инвестировать 10 тысяч рублей в проект, вы же лучше, если вы уверены в этом проекте, и думаете, что, но думаете, что проект не соберет средства. Для этого как раз был произведен обеспечительный платеж, который и позволяет инвесторам быть уверенным в том, что им вернутся средства в размере 100%. В Минске он достаточно относительно, потому что и в этом город была не только чемодневно, но и в университетах, которые использовали подключения в hacer несколько lucreстов, молодежь на, осень и зима, новогодние праздники и дальше по нисходящего опять к майским. Это все и на спад. Ну, я думаю, что во многих отраслях, связанных с развлечениями, сферой обслуживания, с продажами, такая сезонность наблюдается. В принципе, это нормально, мы знаем, как с ней работать, знаем, что с ней делать и как ее преодолеть. Так, представитель франшизы был помощью в устройстве помещения или будете на мастере? Представители франшизы оказывают, скажем так, консультационную помощь и организаторскую, поскольку они это делали не один десятка раз. И они, собственно, помогут нам избежать тех ошибок, которые мы могли бы делать, занимаясь этим самостоятельно. Строителей, архитекторов, инженеров мы будем привлекать или самостоятельно, собственно, есть уже какие-то наработки, и они нам будут предложены миром Крест, но мы будем в праве или, так сказать, принять их помощь или оказать. То есть, это просто та же, кто нам не навязывает, так сказать, стоителей с какими-то их своими расценками. То есть, это полностью на наше усмотрение. Так, еще вопрос. Да, пока вопросов нет, меня выкинуло немножко, но я здесь вернулся. Я не знаю, на каком моменте вылетел, но суть в двух словах. Сейчас выгодно инвестировать, если вы хотите 10 тысяч инвестировать в проект, но сомневаетесь в том, что проект не соберет средства. Хотя 2 миллиона – это не такие большие средства. Если мы можем, если площадка может, инвесторы инвестируют в проекты до миллиона и собирают за 4 часа за сутки, за 2 суток, почему мы не можем собрать за неделю 2 миллиона. То есть, как бы, все зависит от инвестора, от вас, от вашей активности. Сейчас же площадка делает все возможное для того, чтобы инвесторам было выгодно инвестировать, чтобы риски были минимальны. Соответственно, вводятся новые какие-то фишки, нововведения. Соответственно, и благодаря тому, что сейчас обеспечительный платеж ввели, также это дополнительная реклама для заемщика, для проекта. Плюс инвесторы не теряют свои средства при инвестировании в проект. Если проект не собирает 100% за отведенное ему время по договору, соответственно, все средства возвращаются инвестору на счет. Да, там, возможно, 3 месяца они будут лежать, но вам вернется 100%. То есть, здесь надо быть более активно инвестировать. То есть, если вам понравился проект, вопросов нет, инвестируйте, не ждите. Потому что начните с себя, как я опять же говорю, инвестируйте с умом, анализируйте проект. Презентация довольно-таки подробная. Если вот непонятно мне лично, почему же инвесторы не инвестируют, хотя мы видим, что 2000 просмотров на вчерашний день был на вечер. Тем не менее, на данный момент как бы поддержал 77 инвесторов. Да, что смущает. То есть, представьте, что из 2000 каждый по 1000 рублей инвестировал. Просто вот инвестировал 1000 рублей. Все, проект собрал 2 миллиона, он же реализовывается. Это очередной проект в копилку площадки. Инвесторы не будут ждать, когда же там кто-то соберет. И вот долго-долго все это растягивается. Поймите, все зависит только от инвесторов, от их активности. Все, что зависит от руководителя проекта. Да, мы и от меня, как сопроводителя этого проекта, куратора. Мы делаем все возможное, предоставляем всю информацию, ежедневную отчетность. То есть, вот можно, можете посмотреть, специально сделал отчетность. Ежедневную, значит, промежуточные итоги. То есть, с начала сбора средств, вы видите, что по итогам каждого дня публикуются новости. Вы можете наблюдать, какое количество инвесторов поддерживает каждый день. Вот прирост, поначалу долго запрягали, потом был небольшой рывочек. Также вот ежедневно, в принципе, по 0,5% идет, идет ежедневный прирост. Но непонятно, почему же, инвестор, вы чего-то ждете, когда, в принципе, все понятно. Если же вам что-то непонятно, задавайте в обсуждениях вопросы. Вот сейчас вебинар. Если у вас нет вопросов, тогда что вам мешает инвестировать? Вот непонятный вопрос. То есть, если посмотреть на проекты, которые сейчас на сборе средств, не так много, вот два проекта, это спорт на прокат и Martial Media. Вот-вот уже в ближайшем времени по 500 тысяч осталось собрать, они буквально скоро соберут. Дальше проектов не так много, которые сейчас на сборе средств для инвестирования. Чего вы ждете, лично мне непонятно. Соответственно, если вы думаете, что будет добавляться очень много проектов новых, которые сейчас на голосование на сбор средств, ну, вы глубоко заблуждаетесь, потому что не так много проектов, которые готовы пройти, внести обеспечительный платеж. Соответственно, конкуренция, она возрастает, но инвесторы должны более активно себя вести на инвестиционном поприще. И вот что мы можем еще сказать, призыв к действию такой. То есть, нам осталось собрать проекту 87% средств, это 1 860 000 рублей, и для этого необходимо всего 186 инвесторов по 10 000 рублей, или там 372 инвестора по 5 000 рублей. Ну, вот здесь вот видна вот такая статистика, вы видите, каждый день она, в принципе, обновляется в новостях. И очень важно еще, да, по поводу этапности. До окончания первого этапа сбора средств осталось собрать всего 182 000. То есть, это 8,5% от всей суммы сбора. То есть, для этого необходимо достаточно, вот сейчас, вот если буквально за выходные, 18 инвесторов, которые верят в проект и видят, что он перспективный, инвестируйте 10 000 рублей, все. То есть, проект, первый этап завершится, соответственно, дальше уже риски того, что проект не соберет средства, они минимальны, уменьшаются. Соответственно, дальше планка, которая позволит продолжить сбор средств, на случай, если проект не соберет 100% средств за 3 месяца, это 40%. То есть, 850 000 средств, если проект набирает, соответственно, автоматически уже дальше продлевается на период, равный периоду размещения проекта. То есть, все зависит только от инвесторов. Будьте активнее, да, соответственно, отличная возможность приобрести доли с хорошим дисконтом в 25% вот сейчас на данном этапе. То есть, можно наблюдать, стоять в стороне, а можно действовать. Измените, вы сами вершите свою судьбу. Проект реальный, бизнес, открыты, франшиза, развлечения, все отлично. Я просто лично, я не понимаю, почему люди не инвестируют. 2 миллиона, если вас пугает эта сумма. Но я не знаю, что ответить. Начните с себя, каждый, не нужно смотреть на других. Начните с себя, и за вами последуют другие. То есть, это эффект толпы, который... Да, есть многие инвесторы, которые приобрели одну долю. Тоже я не понимаю, как бы, с целью с какой? Просто поучаствовать, либо с целью поиметь действительно дивиденды реальные. Да, здесь проценты никакие не завышенные. 5, 6, 7, 8% в месяц. Банки такие проценты только дают в год. Да, то есть, это не сверхприбыль какая-то. Это реальный бизнес. Да, есть риски. Ну, вы сами видели риски, какие все предоставлены. Это франшиза, а сами знаете, что франшиза, она... Все там понятно, уже все отточено. И, соответственно, данные франчайзи, это не первый их квест. У них в портфеле 25 квестов. Все успешно реализованы. Соответственно, за это и выбрана франшиза проекта World of Quest. Да, я вот смотрю, здесь очень много вопросов. Я думаю, сейчас передам слово Дмитрию. Вот, я, наверное, по поводу призыва к действию. Вот, опять же, каждый, если им проинвестируют тысячу рублей, это уже будет огромный приток, да. То есть, вы не представляете, какая-то сила, когда 10 тысяч инвесторов зарегистрированы на площадке. Да, из них активных может быть раз в пять меньше. Но, опять же, просмотры есть, но почему-то не инвестируют. А если вам непонятно, ну, проект неинтересен, ну, напишите в обсуждениях. Ну, проект – фигня. Нам это неинтересно. Нам лучше инвестировать там вот в то-то, то-то, то-то. То есть, хотя бы руководитель проекта, он будет знать, почему, что не так. Там, может быть, неинтересен бизнес. Или вы считаете, что он не рентабельный, да. Хотя вся статистика приведена. В принципе, все понятно. Поэтому, если каждый начнет с себя, да, можете каждый день по одной, две, три доли покупать, да, как у других проектов, например, да. Спорт на прокат, Martial Media, то есть, такой небольшой флешмоб. Но рост идет, 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 да. То есть, проект не стоит на месте, он собирает. Можете разом сразу инвестировать определенную сумму и следить за проектом, да. Все зависит только от инвесторов, все, что зависит от нас, от руководителя, от меня, как отвечающего за данный проект. Мы все предпринимаем, информационная поддержка, новости каждый день, по несколько новостей бывает иногда, да. Что, инвесторы, уважаемые, что еще необходимо для того, чтобы убедить вас или для того, чтобы инвестировать? Может быть, это единственный, как бы, минус, который лично я вижу. Ну, три месяца срока реализации проекта, но это вам не тяп-ляп, да, все-таки электронику настроить надо, да. Аренда помещения буквально за несколько дней найдется, я более чем уверен. Ну, и, соответственно, все, дальше план, подписание договоров, все. То есть, когда средства будут на расчетном счете, уже все, ты волен, уже можешь и уже сценарий выбрать, и уже все будет уже в руках руководителя проекта Дмитрия. Так, Дмитрий, Дмитрий, так, да, дивиденды будут начисляться на номинал доли в 200 рублей, да, я вот здесь вот указал специально расчет, так, 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 да, вот, пожалуйста, что по договору, да, и такое, будут вебинар смотреть многие, да, касающиеся всех проектов, внимательно читайте договоры, договоры долевого инвестирования, там много информации, да, чтобы у вас потом не возникало, после того, как вы проинвестировали какую-то сумму, чтобы потом у вас не возникало вопросов, а почему здесь так, вы вот обещали столько, гарантировали нам там, обещали, а вот в итоге выплатили 1%, ну, запомните, что это реальный бизнес, никто вам ничего обещать не будет, есть договор, в котором четко прописано, что планируемая прибыль может составлять такая-то, такая-то сумма, но гарантировать может только процент от прибыли, то есть, если в договоре прописано 50% от суммы, соответственно, вы ее и должны получить, а прибыль может составить 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, но по договору, вы внимательно читайте договоры, потом у вас не будет проблем, претензий, да, это реально бизнес, если вы не уверены, ну, не инвестируйте, идите в банк, положите средства, можете на полочке держать средства, можете просто со стороны наблюдать, это ваше право, да, и дивиденды будут начисляться на номинал долю, то есть, здесь указано, что ежемесячный процент, он составляет, будет составлять сумма прибыли, деленная на количество долей, если сумма прибыли будет 200 тысяч, будет делиться на 11 790 долей, соответственно, размер доли будет не 12,9, он, например, 15, если мы разделим 15 рублей на 200, да, то есть, там, получается, там, уже там, сколько там, ну, 8 процентов, да, там будет, ну, это, вот эти проценты, 6,4, 8,6, это все относительно, да, то есть, главное, это вот показатель, вот, 152 тысяч, это прибыль, которую будет получать заемщик, это уже 50 процентов от прибыли, соответственно, дальше уже, если вы купили на начальном этапе сейчас поступок, вот, вы хотите инвестировать 10 тысяч рублей, вы покупаете на эту сумму количество долей, кратность 150, да, ну, допустим, 15 тысяч рублей кратность, да, у вас будет 1000 долей, 100 долей проекта, если же вы инвестируете на третьем этапе, то, соответственно, вы уже будете делить эту сумму в 15 тысяч рублей на 200, соответственно, у вас будет не 100 долей на руках, а будет там 75 долей, и получается, что прибыль составит 12,9 рублей на долю, но вы купили меньшее количество долей, у вас будет меньшее, поэтому у вас и будет процент чуть ниже, именно потому, что вы просто купите уже на третьем этапе, когда риски уже минимальные, того, что проект не соберет средства, поэтому ждать здесь чего-то, да, это хорошая мотивация, почему нет, как в недвижимости, на начальном этапе инвестируешь, да, риски большие, но здесь риски не того, что построить, не построить, а именно риск того, что проект соберет или не соберет, я уверен на 99%, что проект соберет, и вопрос только, насколько быстро, и все зависит от инвесторов. Так, как получить 25% дисконта, Павел? Никак, просто вы сейчас, пока есть такая возможность, инвестируйте сумму, и у вас автоматически, вы приобретаете то количество долей, то есть я говорю, если вы хотите инвестировать 10 тысяч рублей сейчас, вы получите долей, вы делите на 150 рублей, получите количество долей, которое у вас будет на руках. Если же вы сомневаетесь, вы можете подождать третьего этапа, да, когда уже будет стоимость доли 200 рублей, соответственно, вы уже на эти 10 тысяч рублей купите уже там 50 долей, хотя могли бы 75 на начальном этапе. То есть просто из-за того, что вы там побоялись инвестировать, вы будете на руках иметь меньшее количество долей при инвестировании на одну и ту же сумму. Дальше. Так, так, так. Плохо, что не видно, в какие проекты инвестирует представитель площадки Симмакс. Ну, вы знаете, Вован, представители площадки, они же являются также инвесторами, я являюсь частным инвестором, я инвестирую в различные проекты, да, так же, как и обычные инвесторы, соответственно, ожидаю дивидендов, да. Если вы хотите узнать, куда я инвестирую, ну, засниму я потом видео, да, в данный проект я тоже инвестирую, во все свои проекты тоже инвестирую. У каждого есть своя голова на плечах, каждый анализирует проект сам, оценивает риски, я опять же говорю, оценивать всегда риски, смотрите презентации, если что-то непонятно, задавайте вопросы. И, опять же, оценив риски, инвестируйте с умом, именно ту сумму, которую вы считаете необходимой. Так, 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 что тут вопросы? Дмитрий, если тут вопросы есть, касающиеся вас, так, 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 все ждут платежки. Так, вот, Павел, при возврате средств взимается ли маржа? Ну, непонятно вопрос, какая маржа и каких средств. Да, думаю, стоящий проект, Максим, спасибо. Если вы, к тому, что если проект не соберет средства, то при возврате средств, если вы инвестируете 10 тысяч, вам вернется эти 10 тысяч рублей, без потери 2%, как это было раньше. Так, все ждут платежки. Николай, какой платежки все ждут? А, все, платежки по... понял, да, платежное поручение. Да, вот если вы планируете платежным поручением до 3 рабочих дней. Да, до 3 рабочих дней. Так, Жуков Дмитрий, все более-менее ясно по проекту, вопросов не возникает. Главное, чтобы с местом не ошиблись. Ну, с местом, я думаю, что здесь очень сложно будет ошибиться. Все-таки сейчас рынок недвижимости, он настолько встал, да, то есть спрос ниже, чем предложение. То есть предложение больше, спрос ниже, соответственно, цена падает. Поэтому как раз сейчас очень выгодно, да, инвестировать. Так, вот минералочный пир... Так, Жуков Дмитрий, по поводу другого проекта мы попозже поговорим. Так, если проект не собирает средства, деньги возвращаются на счет инвесторов с учетом маржи Симмакс. В плане с учетом маржи Симмакс, смотрите, те средства, которые указаны для сбора, да, 2 миллиона 128 тысяч, соответственно, это то количество средств, да, на эту сумму выпущено долей компании, да. То есть, по сути, вот эта комиссия, которая вставляет комиссию площадки, да, на нее, ее на себя берет ответственность за нее, как бы, заемщик. То есть он выплачивает часть прибыли с учетом этой, как бы, комиссии, да. То есть просто выпущено долей на эту сумму. Поэтому, опять же, инвесторы, которые инвестировали сейчас определенную сумму в те проекты, в которых внесен обеспечительный платеж вам, будет возвращено 100% средств. Не будет потери 2%, поэтому можете не переживать, да. То есть, может быть, просто многие не знают, может быть, кто-то боится. Вот сейчас вот говорю об этом, можете смело инвестировать. Это говорит о серьезности руководителя проекта, да, который внес все-таки сумма немаленькая, 60 тысяч рублей, вот. Но Дмитрий уверен, я уверен в том, что проект соберет средства, он прикладывает к этому усилия, соответственно, серьезность проекта видна. Да, 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 все-таки насторожает, разве с вами сдали. Не зависит ли она в последнем этапе сбора, делать не в размере процента, а в серьезности предлагаемого проекта. Согубое мнение. Вован, если вы думаете, что она зависит на начальном этапе, да, на третьем этапе, но я так не считаю, потому что сейчас как раз на начальном этапе риск того, что проект не соберет, он выше. Вы поймите, что если проект соберет 40, 50, 60, 70, все, там уже дальше подключатся инвесторы, они будут видеть, что проект, все, уже рисков нет. Многие ведь не инвестируют именно по причине того, что боятся, вот. И, соответственно, что проект не соберет средства, поэтому многие ждут, когда же там будет 70-80%. Вот, сейчас почти 80% у Martial Media, ну, максимум неделю дают, что они соберут 100% средств. 500 тысяч, вот, увидите. Так, 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 Дмитрий, помогайте, если тут вопросы именно касаемо вас и проекту, то можете подключаться. Да, Максим, благодарю. Ну, да, да, вот, хорошее предложение, давайте активно прокачивать проект все вместе, быстрее соберем, быстрее получим прибыль. Полностью поддерживаю, в принципе, я не знаю, еще раз, если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас задавать, если сейчас не успели, либо после просмотра записи, активнее, активнее обсуждайте любые проекты, если вам что-то кажется каким-то непонятными, подозрительными, пишите в обсуждениях, все инвесторы должны видеть, там, если вам проект не понравился, скажите, что проект какашка, все, мне не нравится, потому что раз, два, три перечисляем. Вот здесь вот мне не нравится это, здесь не предоставлены, там, документы, здесь вот все там, то-то, то-то, то-то не нравится. Либо, если даже вам проект понравился, ну, оставьте комментарий, проект классный, давайте все вместе прокачаем. Это не так сложно, это 5 секунд дело, но руководители проектов, не только данного, будут видеть вообще реакцию инвесторов, да, то есть, будьте активнее. Так, ну, в принципе, не знаю, Дмитрий, вы здесь, на связи, уже как раз время 9.02, мы 56 минут, я думаю, что, если вопросов нету... Да, я здесь. Давайте, вот еще есть минут, если что-то вы хотите спросить. Ну, Сергей уже говорил, да, обеспечительный платеж мы внесли, поэтому в случае неудачном, на что, конечно, не хочется рассчитывать, вы свои средства все получите обратно полностью. То есть, комиссию Симикса мы берем на себя. Вот, и да, собственно, фамилия Симея есть среди наших инвесторов в списке, так что я подтверждаю, он, так сказать, тестировал наш проект в меру своих сил. Вот, ну, классный проект, да, я с вами согласен полностью, и очень хочется уже запустить. Вот, надеюсь, что на ваши вопросы мы ответили, сомнения ваши развеяли. Да, спасибо, Эрика, вас за отзыв, да, и надеюсь, что мы, в общем, запустимся в самое ближайшее время. Ну, все, больше не буду отрывать ваше время, тем более мы уже превысили лимит 40 минут. Да, Дмитрий, большое спасибо, благодарность. Да, Дмитрий, большое благодарность вам за то, что провели вместе со мной вебинар. Я думаю, что после данного просмотра вебинара в записи у инвесторов не возникнет вопросов, будет более активно инвестировать. Возможно, когда проект будет на втором этапе или там еще дальше, мы еще проведем вебинар о текущем состоянии дел, да, там, анализ цифр и так далее, потому что подключается новый-новый инвестор. Поэтому всем инвесторам, которые задавали вопросы, огромная благодарность. Сейчас мы, наверное, минутную паузу сделаем для того, чтобы подключить уже второй проект, который у нас сегодня будет на марафоне, так скажем, это проект AquaInvest. Биржа Семикс. Гарантировано верное решение.